друзья всем привет вот настало время снять актуальный обзор моей домашней студии так сказать она конечно практически обновляется но уже вот долгое время наверно ничего особенного не происходит кардинально нового и вот я решил одним кадром концептуально снять видео без монтажа показать рассказать ну сердце студии или рабочего места это персональный компьютер на базе windows потому что я аранжировками занимаюсь то столько что пишу гитару либо монтирую видео соответственно даже для видео больше требований в общем компьютер достаточно свежий год назад его не вдруг собирал ну не помню характеристики но это неважно общем достаточно чтобы домонтировать видео и записывать гитару так и начнем по порядку с цепочки сначала как гитара играет и как приходит а потом дополнительные какие-то то что у меня здесь есть но вот электрогитара да я их здесь не одна вот есть немного еще и значит из нее сигнал приходит шнуром джек джек монофоническим приходит педалборд педалборд домашние периодически его перебираю что что педали очень много разных последнее время основная педали это вот протеин такая перегрузку канальный вот она практически отсюда не уходит это китайский тюнер к line он здесь живет потому что он еще раздает питание вот этим всем примочкам он конечно не очень точный то есть есть тюнеры более точные вот ну по камере вот он удобно что он раздает питание гитара входит как вы видите в бустер бустер компании you sound наши отечественные то есть это даже не бустера как как это называется короче потери сигналов на буфер буфер да больше как буфер но у него прям есть ручка буст можно разогнать чистый сигнал если допустим синглы слабые то есть это в принципе ручка громкости а так работает как буфер без нее прямо происходит потеря высоких частот но это отдельная тема если знаете есть горячий байпас трубайпас и холодный байпас трубайпас и горячий байпас и короче сейчас не буду про это долго рассказывать в общем она нивелирует потери в сигнале и без нее звук более ватный меньше высоких частот ну и соответственно да из нее в тюнер а дальше педали вот это я уже сказал сейчас взял поиграть кинг-офф-то на лакмэн отлично тоже перегруз совершенно другой это классная педаль и данный выложил ролик в стиле пинк флота здесь фуз а здесь у нас что там флэнжер дела и фейзер тумблер на три положение в конце дела и аналоговый и вот эти педали в общем то я меняю да то есть бывает другой перегруз хочу поставить еще что-то потом сигнал идет опять же монофоническим кабелем джек-джек идет 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 и приходит в ламповую голову и раз of hammerhead с недавних пор там перед новым годом я стал артистом-индорсером фирме и расов я давно с ними дружу много раз пользовал их оборудование и вот очень благодарен им за предоставленную голову и расов hammerhead это по мотиву маршал десем 800 10 ватт на так понимаю голова вот и она просто отлично звучит полностью доволен и из нее из лампы в головой сигнал приходит вот сюда вот на по поводу этой штуки бывало много вопросов то что не все знают что это такое универсал аудио компании уат прибор называется auxbox то есть это по сути во первых нагрузка как loadbox что такое loadbox и нагрузка лампа в голова ее нельзя просто так включить или взять без без этого какого без кабинета или взять или включить без кабинета и взять оттуда выходом допустим сигнал звуковую карту она сгорит и нужна нагрузка потому что там усилитель трансформатор и так далее и вот это вот auxbox выполняет функцию картинка с алиэкспресс выполняет функцию нагрузки раз соответственно оттюнюатор то есть если вы будете играть через нее наверное в кабинет можно сделать потише разогнать там выход потише но основная функция для дома это запись потому что здесь есть вшитые импульсы и вообще не импульсы а пресеты импульсы кабинетов и микрофонов вот так это выглядит менюшка сейчас покажу видите менюшка этой программы здесь выбираются кабинеты микрофоны я нажму кнопочку поменяется угол наклона видите по вот так можно соответственно здесь еще есть ревер дилей компрессор эквалайзер вкладке тоже все отлично тревер у меня по умолчанию стоит плейт здесь бывает а дилей включаю ну либо дилей из педал борда и вот он шикарно конечно эта вещь работает здесь очень много кабинетов разных микрофонов парк и не знаю мне кажется вот на лучше пока не придумали ничего для такой записи и наверное но можно поспорить или поэкспериментировать но по-моему уже не нужны микрофоны и кабинеты снимать студии по моему достаточно несколько ламповых уголов качественных и вот этой оксбокса и можно добиться любого звука так но ее сок сбокса сигнал уже сформированы полностью готовы приходит звуковую карту какая карту меня долго была рованд куаку от кепчур она была очень старая я радиолюбопытно думал надо какую-то обновиться взял карту эпиджи бум такая простенькая но она все-таки другого уровня два раза дороже там только на 300 с чем-то евро стоило и знаете ну звук наверное стал лучше вот по каким-то таким могу не точным но по ощущениям все таки и лучше наверное это очень сложно почувствовать сэмплы я не делал сравнительные но ушли много наводок фонов фоны ушли то есть стало лучше работать деликатней монитор стали тише и плюс к этой карте есть тоже классное меню которое очень удобно тоже с кучей настроек и так далее ну короче явно карта это в современнее лучше и качественнее единственное что получается здесь нет из педифа видите вход в аналоговый ну как мне коллеги звукорежиссёра сказали если карта хорошая то есть можно и без из педифа без цифрового входа просто джеком входить если хорошая а здесь карта хорошая поэтому что даже в роланде моем старом был из педиф где всего нету ну все и потом это юсби карта она идет в компьютер и все из компьютера выход осени из компьютера а из звуковой карты выход на мониторы мониторы разные всегда повторюсь я не занимаюсь серьезно аранжировками ничем таким поэтому на есть несколько пар мониторов до этого были им аудио вот эти конечно получше звучат и рокеты и поменьше есть еще меньше и еще подороже джинни леки тоже отличные мониторы может их поменяю их так сравнил раньше особо не услышал и на всякий случай их убрал на всякий случай потому что пока младший ребенок маленький он уже умудрился за этим потянуться уронить его на пол поэтому я самые дорогие мониторы на всякий случай пока не ставлю вот и разницы особо сейчас говорить не услышал ну и все и программами которые я пользуюсь я пользуюсь одной это sony vegas про 19 я в ней пишу и гитару и в ней собственно и видео монтирую так что все очень просто и что здесь дополнительно есть на столе интересного очень мне нравится вот этот комбик позитив грид шикарно звучит здесь сабвуфер он такой тяжеленький вот у него учиграют ученики когда приходят учебу часть учеников или даже если не половина происходит по зуму программе или там skype вот отличная такая камера сюда и ставлю включаю световую лампу рассказываю и показываю и мне рассказывают и показывают что еще вот тюнер повторюсь китайскому пенури не очень доверяю мне очень нравится верни боловский тюнер вот этот он более точный хоть и прищепка он точнее медиатор давным пикс подставка под чай или кофе наушники когда наступает позднее время наушники втыкаются на выход звуковой карты мониторы кстати имеет классную особенность они сами отключаются когда у них нет сигнала не идет поэтому даже не надо выключать их сзади в только наушники одеваю из монитора звук автоматически пропадает что еще powerbank да по поводу аксессуаров еще вот такая штука вот от карни болт просто гитар как видите ни одна и не две она что-то бывает подкрутить или ученики приходят там чувствуешь не гитары меня настроены бывает я быстренько крутану анкер и что-то сделаю так вот эта сумочка ну и такая походная здесь у меня струны зарядки это она всегда у меня в чехле для гитары живет так что друзья вот такой сетап так сказать а очень важная вещь метроном дурном я сам люблю играть он аналоговый как коллега воспринимается стучит ученики приходят в него играю или с ним вроде все если что-то забыл рассказать какие-то уточнения пишите комментарии все до новых встреч всем пока